Итак, технология. Из-за того, что эта технология субъективна, технологии, которые вы используете в жизни, объективны. Сейчас же я говорю о субъективной технологии. Главное, в ней вы. В ней программное обеспечение, которым вы пытаетесь управлять, это вы сами. Если вы посмотрите на себя, вы функционируете согласно программному обеспечению, которым вы стали. В зависимости от того, в какой семье вы родились, какие родители у вас были, от вашей школы, друзей, атмосферы, религии, общества, в котором вы жили, таким человеком вы и стали, не так ли? Это программное обеспечение записывалось в вас бессистемно, всеми подряд, буквально каждым, с кем вы сталкивались. Эту программу написал непрофессионал. Каждый, с кем вы встречались, делал свой вклад. Где бы вы ни были, люди что-то запихивали в вашу голову. У вас не было выбора, откуда принимать, откуда не принимать. Если вы скажете, мне не нравится этот человек, я не хочу ничего от него принимать. Вы получите от этого человека гораздо больше, чем от других. Так работает вот это. Так что то, как вы сейчас думаете, чувствуете, понимаете и действуете, зависит от того, какое у вас программное обеспечение. Не так ли? Да? Даже то, как двигается ваше тело, зависит от вашего программного обеспечения. Я хочу, чтобы вы это поняли. Насколько глубоко это обусловлено? Если кто-то, кого вы хорошо знаете, пройдет в километре от вас, и вы еще не можете его разглядеть, но по походке и тому, как он двигается, вы сразу узнаете этого человека. Не так ли? Потому что сама его походка и все его движения обусловлены его программным обеспечением. Но эта программа была написана неосознанно. Если мы хотим свободы, если мы хотим, чтобы произошла трансформация, нам необходимо создать небольшую дистанцию между вами и вашим программным обеспечением. Если вы слишком отрисляетесь с ним, то вы просто оказываетесь с ним потеряны. Вам просто нужно создать небольшую дистанцию. Вы слышали слово «Будда»? Если я скажу «Будда», вы, скорее всего, подумаете про Гаутаму Будду. Но Гаутама — это не единственный Будда. Это не его имя. Он стал Буддой. В мире существовали и продолжают существовать тысячи Будд. Что означает «Будда»? «Бу» означает «Будди» или «Интеллект». «Да» означает «Дада» или «Тот, кто выше». Тот, кто выше своего интеллекта, является Буддой. Только вы становитесь выше интеллектуального процесса. В вашей жизни не остаётся страданий, потому что все они производятся вашим логическим умом. Если вы вовлечены в свой интеллект, если вы застряли в нём, тогда вы постоянно испытываете страдания. В любой ситуации вы будете способны создавать страдания. Страх, тревогу, напряжение, стресс. Люди могут найти страдания во всём. Да? Не так ли? Люди могут найти страдания во всём. У вас нет образования — вы страдаете от этого. Получаете образование — страдаете от этого. Нет работы — страдаете от этого. Устраиваетесь на работу — страдаете от работы. Холосты — страдаете от этого. Сочетаетесь с браком — страдаете от этого. Нет детей — страдаете от этого. Есть дети — страдаете от этого. Не так ли? Люди способны страдать буквально от всего. Такова природа интеллекта. Если вы погружаетесь в интеллект, жизнь будет такой. Если вы находитесь ниже интеллекта, вы не будете столько страдать. Животные страдают меньше вас. Если они позаботятся о физических аспектах, то у них всё в порядке. Им незнакомы такие страдания, как те, что испытывает человек, не так ли? Так что если вы находитесь ниже интеллекта, вы не страдаете так сильно. Вы задавали такой вопрос. Если вы выше интеллекта, вы — Будда. Если вы ниже интеллекта, на хинде вас можно назвать Будду. Дурачок. Если вы внутри интеллекта, непрерывное страдание. Так что, чтобы избежать страданий, люди придумали множество способов стать ниже интеллекта. Переедание. Алкоголь. Погоня за физическими наслаждениями. Всё это способы, которыми вы пытаетесь хоть на время избежать мучений интеллекта. Вы выпиваете алкоголь, и в течение пары часов чувствуете себя хорошо. Но потом жизнь берёт своё и настигает вас ещё больше интенсивностью. Она вас не отпустит. Это существо, которое было ниже интеллекта, развелось до появления интеллекта. Единственный выход для него — это развиться до состояния выше интеллекта. Основа йоги — суть технологии в том, как выйти за пределы этого. Так как это сделать? Субъективные технологии невозможно исследовать в недостаточно целеустремлённой атмосфере. Необходима очень целеустремлённая и сфокусированная атмосфера. Иначе это будет вам недоступно. Это не учение. Это метод. Для того, чтобы применить метод, вы должны быть в определённом состоянии, иметь определённый уровень целеустремлённости и восприятия. Иначе это не сработает. Потому что... Предположим, вы пришли в химическую лабораторию. Берёте одно вещество, другое, соединяете их, и что-то происходит. Но если вы не хотите их соединять, если вы сидите здесь и думаете, 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 какой будет эффект у того, у этого, то вы придёте к самого разного рода ложным умозаключениям. Пока вы не соедините их, вы не узнаете. Возможно, они взорвутся вам в лицо. Но пока вы не проведёте реакцию между ними, вы не узнаете результата. Но сейчас вы и химическое вещество, и химик, и сам процесс эксперимента. Всё это вы. Тогда вам потребуется совершенно другая лаборатория. Иначе это не сработает. Если бы это было объективным процессом, мы бы просто написали книгу и дали её вам. Но из-за того, что процесс субъективный, вас нужно провести шаг за шагом, потому что это совершенно другое измерение восприятия и опыта. Но возможно ли это для меня? Это возможно для каждого человека. Внутренне. Все мы обладаем равными возможностями. Все мы способны испытывать радость, не так ли? Да. Если вы испытывали радость даже на протяжении одной секунды, значит, вы способны испытывать радость, не так ли? Просто вы не способны поддерживать это состояние. Вот и всё. Каждый человек в какой-то момент испытывал радость. Это означает, что он способен быть радостным. Просто он не способен оставаться в таком состоянии. Поэтому ему нужна технология, как поддерживать определённую атмосферу внутри себя. Это возможно. Это возможно.